В деревне Настоящий с рогами копыты козел И щиплет эту травку, что она сажает Она, значит, на этого козла вызверилась Это, говорит, моя собственность А козлу какая разница, собственность Он щиплет, и она взяла грабли И этого козла, как по спине граблями Он возмутился страшно Боднул ее рогами так, что она в больнице оказалась А у нее, у этой цацы-то в городе, видимо, брат в милиции работает Она ему пожаловалась И приехал он, брат, с мигалками, с машиной милицейской Приехал, а я ж про это с новым духом не чую Я не знаю, что это за баданая Какой она ему адрес дала Только когда я у ворот увидела машину с мигалками Этого милиционера в погонах Я струхнула жутко Он подходит, здрасте, я говорю, здрасте Он говорит, вы гражданка Севокобылина Я говорю, да У нас, говорит, полдеревни Севокобылина Он говорит, тогда мы за вашим козлом А я с утра с мужем поругалась Я думаю, что же он такого натворил Что в городе представители власти козлом его называют Он говорит, мы имеем в виду животное Я такое думаю впечатление, что они с ним с детства знакомы Он говорит, мы имеем в виду настоящего козла Я думаю, ну что же, разве же он не настоящий козел Если на прошлой неделе два мешка картошки пробил Я говорю, а зачем вам это животное? Вот, а вы не знаете, где он сейчас может быть? Я чего ж не знаю Знаю Наверное, к пивнушке побежал Вот, я говорю, а что его туда потянуло? Я говорю, да что вы, там все деревенские козлы собираются Он говорит, а можно у вас узнать А сколько вашему козлу лет? Я в прошлом году 53 стукнула Вот козлы столько не живут Я говорю, здрасте, приехали Он еще и нас с вами переживет Если хотите знать, то еще мать его жива Та еще козлиха Как войдет в дом, так палкой не выгонишь Пока все углы не перенюхает Он, а что же вы ее не зарежете? А у меня Аж поперхнулась Я говорю, так это, ну, была такая мысль? Я говорю, так это ж посадят Он за что посадят? Коза же старая Я думаю, елки Живешь тут в глуши И не знаю, что теперь на стрел любого родственника Можно лицензию получить Он говорит, если вы не сможете сами Мужичонка попросите какого-нибудь Он без пыли, без, без Прирежет и все Я прям Как попросить мужичонка? Я говорю, так он же денег больших возьмет Да какие деньги, милиционер? Вот в деревне, где живет моя мама За отстрел вот это За то, что забьют козла Или козу там Вот можно шкурой расплатиться и все А у меня в глазах шкура свекрови Вся задубевшая Боже, он говорит, ну мы с вами что-то заболтались А помогите вашего козла опознать Он говорит, он у вас беленький Я говорю, да, блондин Ара-ра, говорит, у него большие Я думаю, боже, откуда же они в городе власть знают Что я ему в санатории изменила Я говорю, да Какие ж там рога? Да, говорю, шишечки Ну, говорю, если он и будет и так дальше ко мне относиться То я вас уверяю, шишечки у него начнут ветвиться Он говорит, а при чем, говорит, тут вы И ваши рога И ваш козел Я думаю, дурак Вот я же не знаю, что измена жены Резко повышает количество кальция в организме мужчин Вот у тебя борода Про бороду я говорю, какая у него борода Господи Так, щетина недельная и все Он говорю, у отца его была борода Да его отец вообще был метра два рост Да если хотите знать Я говорю, отец Он говорит, да ладно, таких козлов не было Ладно, говорю Его даже председатель боялся Он ведь председатель боялся какого-то козла Я говорю, шо значит какого-то Этот козел, между прочим, был коммунистом Ой, а шо, других кандидатов не было? Я говорю, да он был лучший кандидат из тех в то время Он говорит, а ну дыхните, дыхните Дыхните Я дыхнула, он так рукой махнул Говорит, что-то мы с вами тут заболтались А идти надо Тут вижу, Коля мой ползет Прямо ползком я говорю, Коля Ой, быстрее мы тут с гражданином-милиционером Уже я тебе целый час говорил Из города за тобой приехал Вы имейте в виду, говорю, это животное Он посмотрел, говорит Какая же вы у тебя Мы про настоящего козла с вами говорим Махнул рукой и пошел Я говорю, я так обидно, за Кольку встала Я говорю, разве же он не настоящий козел Я говорю, да он любому животному соответствует может Если захочет, мой Коля Ну смотрите Ну козел он и есть козел Свой, родной Пасись, Коля, пасись А я здесь за тобой поезжу, Коля Чтоб ни одна сволочь тебя в город не увезла Козлик ты мой Родной, дорогой Козлищик Кица у меня болит Болит, а ну, я ж Тридцать лет на колхозных полях Тридцать лет Копчик выше темечка Я недавно к председателю зашла Он говорит, ты кто? А стало, как на поле стою Сразу узнал Зато дочечку выучила Она у меня в этом А в косметическом салоне Солярий включает Замуж вышла за городского Валеркой зовут Городской, да Он этот, как его Эх, не, не, компьютерщик Вот это Ой Программист За пять лет Не мог мне внука Спрограммировать Все у него пальцы Такие, знаете Тренированные Кроме одного Самого главного Я говорю, ты им Хочешь на пробел Нажимай, чтоб не проставить Квартиру в городе купили Квартиру купили В рабство Не, погоди Как-то в городе По-другому Называется Ипотека Как? Как? Вы в апотеку Там все равно Им один банк Дал денег Ну, занял-то Два миллиона Они пять лет Исправно выплачивали И уже выплатили Вот все уж Самая мелочь Осталось Что-то около Двух миллионов И банк Лопнул Сильно Лопнул Лоль Лоль Взрывной волной Вот это начальство Аж на Канары Забросило Значит Они ко мне В деревню Поехали Ну, приехали Ж ко мне Так Наташечка Ж быстро сориентировался В деревне вырос А Валерка Ой, ребята Шо ни день То шо ни день То подарок Вот эту тарелку Мне привезли Которую на дом Вешать Как она Вот эта Спутниковая Тяжелючая Ой Они ее Перед тем Как на дом Повесить Возле будки Собачьей Поставили Ой, шарик От счастья Чуть с ума Не сошел Думал Что ему Такую здоровую Миску Для жратвы Поставить Ну, а Валерка Люстру Полез вешать Здоровучая Люстра Ой, дорогучая Повесил Полез Повесил Стал слазить Люстра упала Дорогое Она бесплатная Я не могу Сказать Что у нее Руки Из одного Места Растут Не могу Сказать Нет Пока Не растут Только ждем Сходу Каждый день Что приходит И говорит А шо надо Сделать Чтобы В колодце Воду набрать Я говорю Пойдешь Возьмешь Два ведра Бросишь И все Пошел Бросил И все А шо Надо сделать Чтобы Чтобы лошадь Пошла Я говорю Ты ног Говорил Говори Ну тогда Сядь верхом Так Пяточками Ее по бокам Приходит Меня Лошадью Кусила А я шо Заданул Ее по почкам А сесть забыл Ну Пойди Говорю На пасеку Митку Свеженького Поешь Че ж ходишь Я с калитки Выхожу Спугалась Я прям думаю Маша Распутина В деревню Приехал Я говорю Я говорю Ты шо Он говорит А там Мед шевелился Но я его Все таки Укусил Это ж Меня тоже Пчелы кусали Но чтоб За 12 перст А на велосипеде А у нас же В деревне Коровы Дорогу переходить А как же Коровы ходят Хвостик К хвостику Так и идут Ой Как потом Сам говорил Попал Говорит На сайт Тормозов Точка Нет Я говорю Ты шо Встрял В коровью Лепешку Ой Не в лепешку А в саму Пекарню А дед Говорит Забор Повалился Валерку Позови Нехай Подсобить Ну Забор Отремонтируй Ну Дед Дед Держит Штакетину И гвоздь Валерке Молоток Говорит Давай Бей По шляпке Сильней А сам Дурень В шляпе Сидит Дед Ой Сосед 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 Говорит Говорит Это же у меня Под забором Говорит Хрен Разройся По колено Ходить не могу Пришли Валерку Нехай Подергает Я говорю Валерка А Семенович Просил Прийти Хрен Попадер Он Зачем Я говорю Да он Разройся По колено Ходить Вот крику Было Так он За Валеркой Гонялся Аж до заката С дрымом Хорошо Плохо Видит А Потом Еще Могарыч Принес Хромоты Готерок Радикулита Как не бывало Главное Знать Зачудер Ой А тут они На рыбалку Собрались Значит Это ж Валерка Семенович Мой дед Ну через магазин А как же По другому АЗС Алкозаправочная Станция Я ж За ними Увязалась Говорю Значит Так Говорю Шо ребятки Полочка Беленькая Полочка Красненькая И утро Туманное Стало Прекрасненьким Не наговаривай Мы по полстаканчика Для ухи Я говорю Так по полстаканчика Не продают полстаканчика Взяли целую Семь штук Валерка Говорит Так А че Говорит А давайте На все Возьмем Закуску Там Наловим Ну Черви Сразу Поняли Что у них Выходной День Валерка Валерка Еще А шо мы Пиво Не возьмем На дорогу Взяли Ну Через сто метров Потеряли Опрятность Через Двести Семеныча Встретились На берегу А за встречу Ж надо Выпить А как 300 метров Не виделись Ну И их Потом Все таки Егерь Говорил Что они К реке Подходили Он Видел Их там Следы От рук Егерь Как раз В люльке В этом Мотоцикле И привез Домой Ой Люди Это же Я так Волнуюсь А сейчас Они же На охоту Собираются Валерка На кабана Ой Валерка Приходил И там В ущелье Кабан Вот мы его Думаю Что кабан Тоже Копыта Потерял На того Кабана Уже Столько Раз Ходили Что у него Теперь График Приемные Дни Освобожай Морозилку Скоро Мясо Будет Свежего Полно Я думаю Что у кабана Тоже Морозилка Пустая Как Говорит Сделать Чтобы Стрельнуть В него И чтобы Не повредить Шкуру Я говорю Как А ты Задуши его Ой А как Я говорю Ты что Не знаешь Слушай Ты поближе К нему Подползи Поближе Кабан Тебя Увидит И задохнется От смеха Вот Не за что Не за что Не за что Парень Хорош Но Волнуюсь А я Люди За него Ой Как Волнуюсь Немало Баба Хлопоту Купела Порося Вот так Я вам скажу А для тех Кто меня не знает Хочу представиться Меня зовут Элеонора Петровна Я Пластический Хирург Поэтому Многих Здесь Знаю Знаете Это Говорят Что Время Хороший Доктор Но Плохой Косметолог Мы Возвращаем Время Здравствуйте Недавно Знаете Ко мне Пришла Одна Пациентка Ну Назовем ее Условно Б По-другому Просто Язык Не Поворачивается Ну 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 мы Ну мы же Врачи Мы должны Соблюдать Врачи Я могла бы Полностью Назвать Ну понимаете Просто Б Она Она Меня И обоев Надо Много Потому что Солнце Мое У тебя Как бы Это Сказать Синдром Хомячка Щеки Обвисли Аж До Подмышек Мы Ей Сделали Подтянули Натянули Очарование Она Вышла В коридоре И у нее Узнал Собственный Муж Стал К ней Клеиться Сказал Я Из-за Тебя Оставлю Женой И ребенка Слушайте Она С ним Поговорила Серьезно И он Теперь Не курит Не пьет Ни бабам Не ходит Просто Спокойно Лежит Себе У нас В реанимации Мы ему Лицо Восстанавливаем Буствально На пустыне Недавно Знаете У нас же Зубы Теперь Можно Делать И зубы Можно Делать С любым Запахом Чтобы Ну как же И фиалка И лаванда И линок Доместер Пожалуйста Любое Одна Пациентка Условно Назовем ее П По другому Язык Просто Не Прорачивается Она Сделала Себе Зубы Запахом Коньяка Мужчина У нее На губах Просто Вис Ну конечно Бывает Осложнения Вы понимаете Они в основном Связаны С реакцией Организма На наши Цены Недавно Пациентка Когда узнала Во что Ей Обошли Зубы У нее Тут же Исчезли Брови Они Попазли На лоб Потом На затылок Потом За лопатки И тут Где-то Бродит Сейчас По организму Она Приходила Жаловала Что Она Насадится И очень Трудно Хмурить Брови Понимаете Очень Непоростая Ситуация Я на вас Смотрю Я просто Потрясающе Глаза Потрясающе Глаза У вас Очарова Как вас зовут Простите Очарова Глаза Прелестные А Но мы Это Исправим Солнце Мое Ты На этих Ногах Ходишь Боже Мое Как тебя Зовут Солнце Как тебя Зовут Скажи Пожалуйста Игорь Встань Пожалуйста Встань Походи Это же Не ноги Это Достояние Страны Тебя На таких Ногах Должны Носить На руках Просто Недавно К нам Одна Приходила Пациентка Когда Она Вошла В кабинет Я Таких Ног Не Видела Это Не Ноги А Доги Какие Она Плакала Страдала Доктор У меня Никогда Не было Мужчин Я Говорю Солнце Мое Какие Мужчины Они Проскакивают Между Ногами Прямо На Бесседесе Понимаете Мы Сделали Ноги Прелесть Она На них Теперь Носится Со Скоростью Два Мужа В год Девочки Надо Собой Заняться Кое Что Потянули Кое Что Сделали Что Вы Мужчины Любят Красоту Знаете Это Анекдот Старый Может Вы Его Знаете Когда В дом Пришел Настройщик Гояля Стал Переставать К жене Мужа Я Жи Позвал Настройщика Гояля А Вы Пристаете К моей Жене Он Говорит Боже Я Решу Что Она Тоже Расстроена Так Что Девочки Мне Были Расстроены Приходите Мы Все Сделаем Вы Знаете Как Говорит Что Бог Вначале Создал Мужчину А Потом Женщину Знаете Почему Потому Потому Что Вначале Создают Набросок А Потом Шедевр Так Что Мы Как Господь Бог Лепим Красоту Из Материала Заказчика И Сдаем Тело Прямо Под Ключ Приходите Приходите К нам Учаровательные Красавицы Зеркало У нас Прямо Внизу Ухода Хорошо Хорошо А после Нашей Клиники Выходит Красавица Очаровательная Знаете Когда Муж стоит На балконе И кричит Дуся Я Сейчас Выброшу С Десятого Этажа Она Говорит Дурак Я же Тебе Рога Подарила А не Крылья Мы Дарим Крылья Приходите А Так Ты Будешь Мне Допрашивать А Че Мне Допрашивать Я Сама Все Расскажу Главное Ты Записывай Я Че Помню То Сама И Расскажу Только Не Перебивай Хорошо Значит Дело Было Так Утром Пошла Я За Пенсию Хлопотать Иду Соль Сустава Гоняю И Вдруг У Голове Такой Шум Сделался В глазах Потемнело Как-то Давление Скакнуло Села Я На скамеечку Думаю Таблетку Сейчас Выпью В карман Таблетки Дома Оставила Ой Бяда А рядом Парнишка Сел Одетый Модно Точно Помню Что Модно Потому Как Я Перекрестилась И Так На меня Зырь Весь У кольца Весь В ушах Кольца В носу Кольца В губах Кольца Хоть Гордины Вешай Так Зырь На меня Говорит По человеческим Голосам Мне Говорит Здравствуй Девица Краса Я Говорю Какая Я Тебе Девица Когда Я Без Таблеток На улицу За хлебом Выйти Не могу Без Таблеток Никуда Он Говорит У меня Такая Проблема Я Говорит Не шуткуй В твоем Возрасте Без Таблеток Ты Че Шутит Я Говорю С тобой Здесь Торчу А мне Домой С таблетками Сбегать Надо А Он Мне Говорит Как Ты Торчишь Если У тебя Таблетки Дома Я Говорит Возьми У Меня А Я Говорит А Тебе То Чего Он Говорит От Реальности Я Не Поняла От Них Реально Все Проходит Я Говорит Давление Тоже Он Говорит Давление Все Я Так Спугалась Он Говорит Ты Не Выпендривайся Выпей Пяток Я Говорит Если Выпью Я Пяток Не Пойдет Не Пяток Ой Таблетки Дорогие Я Говорит Можно Сказать Студент Медик Вот Я Будущее Нашей Медицины Я Думаю Какое Же Счастье Что У Нашей Медицины Есть Будущее Слава Богу Я До Него Не Доживу Но Таблетки То Съела Сижу Ничего 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 Только Потом Чувствую Как То У Меня Мурашки По Телу Пошли Такие Большие Аж Коуточка Шевелится И тут Ветер Поднялся Крыши Начало Дома Качать И крышу Сорвало Нет Я Я Говорю Я Крышу Сорвало Все Говорит Заторчало Сейчас Говорит Все Пойдет Сиди Бабка Весельщик Откуда Мне Веселиться Мне Дойти Надо Я Встала Пошла Гляжу Монетка Ляжет На дороге Рядом с ней дырка. Я-то монетку подняла, пошла, а с той дырки мужик в шлеме. Вы скакаете говорить, ты крышку-то от люка назад поклади. А я и говорю, не такая у меня пенсия, чтоб назад деньги класть. Монетку такого достоинства. Пошла дальше, гляжу, еще одна монетка ляжет. Думаю, кого-то в карман-то порвался. Подняла, дошла до угла, штук пять собрал. И иду под мышкой монетки-то держу, только как-то странно, как шаг сделаю, так в асфальте дырка. А я гляжу, сядет человек такой слепой, без ног, деньги просить. Думаю, дай-ка я брошу яму. У меня кака-никака пенсия. А он-то просить, значит, надо. Бросила я ему. Видно, зацепила его, он аж прозрел тут же. И побежал через дорогу. Это ж надо, человек-то вылечила, выходит. Ну, пошла-то я через дорогу тоже перешла, а вот там пятиэтажка, дом. Пишешь, пиши, вот ты глядишь на меня. Пятиэтажка. А у меня на пятом этаже подруга-то живет. Думаю, дай-то я ее на улицу позову погулять. А идти-то на пятый этаж тяжело, без лифту. Думаю, дай-ка камушек, брошу в окошко. Я ж не знала, шо я тем кирпичом весь пятый этаж снялся. Стою нервничать, об машину облокотилась. И она как закричить, а у меня ж нервы-то никуда. И схватила я цепь с парковочного до столбика. Как дала! Вот гадость немецкая! Как она заорет! Тут выскочили три красавца одинаковых с лица. Сразу один на меня подходит и говорит, наш капот сейчас плавно перетечет в твой капот. А другой, говорит, ожидается такое повышение пенсии. Жалко, бабусь, без тебя. А ну так ты не возьмешь, моциклист. Сумку у меня из руки вырвал и бомчался. Ой, думаю, шо ж за дело-то такое. Куда ж у меня ножки больны. На силу через пять километров то догнала я вон. Стоите он, сумку мнеть. Я говорю, тебе шо девочка за тобой бегать? У меня вон давление, у меня сердце колотится, у меня нервы никуда. Сумку-то я у нее выхватила, ну и поехала на мотоцикле. Ну поехала-то сказать, конечно, Миша сильно так поплялась по-сталековски. Как о скорости? Я знаю. Скорость откуда знаю? Ну когда я мимо милиционер-то проезжала, с него ветром форму и сорвало-то. Как откуда знаю? Так я ж через минуту назад, когда возвращался, он меня сдалека заприметил, свою палку милицейскую бросил, затрутся и схватился. Ой, матерился, матерился. Ой, как откуда слышал? Вот ты даешь. Ну как же мотор? Какой мотор? Я ж мотор-то не заводила, я ж ногами. А затормозила опять везу в парке. А уже темнеть-то стало, пляжу, маньяк сексуальный. Как это, откуда знаю? В панталонах, чтоб быстрее срывать было. И главное дело, я как заору, насиловаюсь, насиловаюсь. И за им густы. А зачем же он обещал-то? Побежала, он спугал. Насилование было, не было, я не опугал. Мне уже 80 с гаком мне сравнивать-то не с чем. Но он спугался, и через дорогу в клуб побежал. А в клубе том, я ж за им, в клубе том, ой, дым коромысла, музыка так же жром, как речить. Ой! Ну, я за шест этот, как это палку, покрутилась. Мне столько пенсии без росписи никогда не давали. Прямо у панталона. Ой, а я, значит-то дело, стою, чё-то руки-то затякли, гляжу. А я руками-то за шесть держусь, а ногами на потолке. Ну, как закричат, зажги, зажги. А дальше у меня провал-то в памяти. Шо зажгла, помню. Откуда спички канистра с бензином взяла? Горело всё, всё, как есть. Горело. Вот чё-то я, не важно-то я себе чувствую. Ой, лова болит, и всё, как-то болит. уми, уми. Да ты не волнуйся, я когда у тебя в обезьяннике-то сидела, мне парнишка один-две таблетки дал. Одну, говорите, от головы, другу от поясницы. Три дня не почувствуешь. А чё это вы? А чё-то вы не спросите, а чё это такая загадочная? А? А я не скажу. А спроси, спроси, чё не скажу, чё не скажу, спроси. Чё не... А почему? А не хочу. Не, ну правда, не хочу. Чё сказать? Тут меня мой муж, Толя, приятно удивил. И он меня всегда неприятно поражал, а тут, друзья, приятно удивил. Спроси, спроси, а чё он меня неприятно удивлял? Спроси. Спроси. А от чего неприятно-то? На поезд опаздываю, он меня провожает. Бежим, торопимся. Так он, зараза, вскочил, уехал, а я осталась. Ну чего? А тут зачастил к соседу, Федьке, день строителя отмечал. Каждый день. Я говорю, ты чё, какой Федька имеет отношение к строителям? Он же кроме рожи ничего строить не умеет. Он говорит, зато у него фамилия Швейя. А тут я, значит, вот, отдыхаю на грядке. Пропало и два гектара чеснока. Чё, это же в Москве едят колбасу, чтобы пахло чесноком. У нас едят чеснок, чтобы пахло колбасой. Ну, думаю, надо что-то подыхать, правда, я... А что такое отдых? Это же смена действия. Думаю, я сменю тяпку на лопату, поду в крольчатнике поубирать. А у нас крольчатник место психологической разгрузки для Толи. Он там кролям на меня жалует. Прихожу, думаю, чё это Толи нету? Нету. Белочка, коза, белочка со мной. А белочка всегда со мной коза. Мы с ним по-женски сошлись на почве нелюбви к козлам. Ну, а Толи моего нету. Думаю, надо в доме посмотреть. Может, он там. Захожу в дом, а этот сибарит лежит на диване по-городскому. Лицо куриную попкою собрал. На потолок смотрит, типа думает. Я так сзади зашла и так гау. Ну, типа пококетничала. Толя подскочил, аж следы на потолке оставил. Теперь замазывать надо. Рай, а что ты меня так испугала? А я вижу, он так задком, задком от меня. И что-то за спиной прячет, чтобы от меня что-то прятать? Я говорю, давай, пока что тут у тебя за спиной? Вот, Рай, ну еще рано пока. Я там кое-что писал. Я говорю, Толя, брехня только усугубляет ситуацию. Что ты мог писать, у тебя в руке ни мелани забор? Рай, а я тут писал это. Как это? Ой, как это называет? Стихи. Чего? Ну вообще вы представляете моего Толю и поэзии. А стихи, говорю, кому? И тут он говорит, тебе. Ой, 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 у меня чуть не разорвался вот этот снаряд шока внутри. А то я же испугался и под диван выдернула я его оттуда, чтобы от меня прятаться в такой интригующий момент. Я выдернула из-под дивана как редиску с грядки. Я говорю, не читаю. Читай, говорю, негодные свои безобразия. Рай, а почему безобразия? У Пушкина не безобразие, у меня безобразие. Пушкин матом стихи не писал. Он говорит, я читал, писал, писал, Пушкин матом, писал. А у меня без мата, говорит, не бреши, стихов без слов не бывает. Как же ж бывает? Мы же в школе учились без мата. Ну помнишь в школе? Я говорю, что учили в школе? Трактор в поле тыр-дыр-пыр? Мы замыр, мы замыр. Так ты мне что, стихи про трактор писал? Не, рая, я про про любовь. Я говорю, любовь кому? И он говорит, тебе, рай. Ой, два шока в одном флаконе это слив. Меня прямо на глазах разрумянило, завело кудрями и налило грудями. Главное, мне мама говорила, что я вышла замуж за придурка. Причем его мама. А теперь шо ж получается? Летят самолеты, салют дяди Толи, плывут пароходы, привет, дядя Толи. Господи, говорит, Толя, сладкий мой, ну ты, че-то, че-то, господи, я опомниться же не могу, ты же так быстро из позора нашей семьи перескочил в гордость нашего рода, что я даже не, надо ж как-то приготовиться. Через десять минут Толя стоял на табуретке с бантом на шее, в отутюженных штанах, а тот навоз, что был на них, скрепил стрелки намертво. Я, я надела парадное белез с кружавками, которые беру, берегу, чтобы носить только к врачам, а козе белочке, как она того и хотела, я надрала на чес на всю спину. Я, ну, Толя, не, погоди, погоди, Толя, погоди, надо же соседей позвать, они ж должны видеть мой триумф, они ж должны видеть уровень, Толя, нашей с тобой культуры, я же их потом дулями затыкаю, и чтоб я теперь покрала два гектара чеснока, да не за что, да мы на наши гонорары все поле засеем чесноком. Ой, господи, не, не, что-то я так разволновалась, не, Толя, я в этом море любви должна искупаться, читай, ласка, давай, и я объявила стихи, посвящение молодой жене, я всего от Толи на десять лет старше, читает поэт Анатолий Бляшкин, и тут Толя стал как статуя свободы, только вместо факела в руке цигарка и начал я тебя и и где люди берут такие слова, я расплакала, я И Тоня сказала, все, Рай, дальше все. Это ж ты мне дописать не дала. Ты ж меня оборвала. Как, Тоня, у тебя с этой табуретки только два выхода. Или ты мне читаешь стихи и дальше. Или ты с этой табуретки вешаешься. И тут я услышала все. И какой я человек негодный. И что я задушила его лебединую песню. И вместе с песней растоптала самого лебедя. Конечно, Тоня схлопотал рукоплескание по морде. Но с той поры все. Все в нашей жизни изменилось. Все. Тоня теперь не хомячит морковку крольчатникам. Он там переживает творческий кризис. Белочка-коза уже почти привыкла к кличке Пегас. А жены Райки у Толика больше нет. Нету. Теперь у Толика жена муза. Муза Петровна Бляшкина. Который надеется когда-нибудь услышать заветное третье слово. Володя, я к тебе еду. Володя, куда меня везут? Я же к тебе, Володя. Мама моя родная, куда это меня? Ой, Володечка. Бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу. Бегу, бегу. Да что они от меня хотят? Тетя Соня. Дай мне руку. Давай осторожно. Куда они меня везут, Володя? Я хотела к тебе поздравить. Бегите меня. Смотри, сколько народу. Тетя Соня. О-о-о-о. Это все на тебя пришли, Володя. Боже мой. Такое счастье. Как доехала. Я хорошо доехала. Это за бабушками следует. Следующая бабушка приехала. Мама моя родная. Хорошо же я не Бурановская. Володечка, мой дорогой. Дай я тебе. Боже мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Боже мой, какое счастье. Мама. 65 лет. Мама моя родная. Ой, Володя. Наконец ты достиг своей половой зрелости, Володечка. Иди, я посмотрю. Посмотрите, какой красавец. Знаете? Когда Володя родился, так это было 4 килограмма от чистого бриллианта. 4,5. Следующий, что он должен добавить еще полкило. Ему мало 4. Ты куда пошел? Я тебя хочу обнять. Иди, я тебе. Иди, мои солнца, я тебя обниму. Иди, мои китцы, мои. АПЛОДИСМЕНТЫ О, я вам скажу. Тут есть что обнять. Тут есть что обнять, Володя. Одним, боже мой. Знаете, я тебе скажу. Эта девочка может быть как вешалка. Мужчина должен быть в шкаф. Не, лучше сейф с деньгами. Правильно говорю? Когда мужчина сейф с деньгами, то совершенно не важно, какой у него ключик. АПЛОДИСМЕНТЫ Я имею в виду сейф, а вы что подумали? Ай-яй-яй, хулиганы, честное слово. Володечка, я такая счастливая. Мама, где? О, Анечка. Анечка Юрьевна, моя дорогая, здрасте. Ой, какое счастье, что вы живете в этой любви. Ай-яй-яй-яй. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Слава Богу. Вы знаете, я вам скажу, я тут пошла к врачам, в больницу. Ой, четыре часа я простояла в очереди. Потом выяснила, что это в туалет. Ай, но все равно облегчение было. А потом я пошла к врачу, зашла. Так этот врач мне говорит, разденьтесь, я разделась. Оденьтесь, я оделась. Я говорю, что такое, вы меня попросили одеться, раздеться? Вы даже ничего не посмотрели. Он говорит, не волнуйтесь, я просто проверял слух. Да, вот так. Ой, я так. Володечка, я посмотрю, у тебя в зале столько звезд. На сцене столько звезд. А дебортье не будет? Жалко. Вместо него бабушки приезжали. А вот это вот. Да, да, правильно, что бабушки. Правильно. Не, а подумайте. Он сбежал, чтобы не платить налоги на роскошь. Так ему здесь дали вот эти две квартиры, что ему дали. Так вот эти коммунальные услуги, что он будет платить, он даже не знает, что это тоже налоги на роскошь. Ой, Володя, я счастливая, что я тебя вижу сегодня, могу задавать тебе. Это так хорошо, что Володя может говорить разными голосами. Это счастье. Можно я расскажу? Душа, тихо только. Значит, что Володя племянник ходит в детский сад. И что-то у этого ребенка там ставило пропадать то пистолетик, то там пушка какая-то, там ракета. Так я говорю, Володя, позвони воспитательнице в детский сад, заведующий. Пускай они, что такое, у ребенка пропадает. Так Володя голосом Путина позвонил. И начались такие проверки. Вы видите, до чего дошла? До самого Сердюкова. Вы знаете, что я вам скажу? Про Володю же все все знают. Про него же все все знают. Столько анекдотов про Вовочку. Мне даже кажется, что нашего президента тоже в честь тебя назвали Вовочкой. Про него тоже есть анекдоты, знаешь? Это я тебе не рассказывала. Говорят, что этот американский, как этот, как этот американский президент, как его зовут? Барак. Нет. Обама. Оба, Оба, Обам. Обама. Из Барака вот этого же. Так говорят, что Обам позвонил, молится и просит Бога. Скажи, когда в моей стране не будет безработицы? Бог, говорит, через сто лет. Ой, говорит Обам, я не доживу и заплакал. Наш. Кричит Бог, скажи, когда в моей стране перестанут воровать? Бог, говорит, я не доживу. Браво. Ой, я так хочу, чтобы все было хорошо. Ой, мамочка, мамочка, это ты сидишь, Тамара. Китя, Володина жила. Тамарочка, красавица, царица. Это золотая рыбка. Что, я не права? Посмотри. А, красавица. Знаешь, что я тебе скажу? Мне кажется, что ты единственная золотая рыбка, которая не исполняет желания, а загадывает. И они исполняются. Знаешь, почему? Потому что у тебя дома есть золотой рыбец. Ой, какая у вас семья замечательная. Я так счастлива, что могу. Знаешь, Володечка, если бы ты только знал, сколько жен недолюбили своих мужей, и сколько мужей недолюбили своих жен. Знаешь, почему? Потому что они любят тебя. А если бы ты знал, сколько пересоленных обедов скушали, и сколько не развелось семей. Знаешь, почему? Потому что в это время ты был по телевизору. Я хочу, чтобы вы были счастливы дома. Чтобы ты, Тамарочка, мама, чтобы Настенька, чтобы дом был полон счастья. Знаете, как важно в доме слышать друг друга. Это есть такой анекдот. Можно я расскажу? Я сейчас уйду. Да, да. Меня не везут. Я на своих должна уйти? На своих ногах. Слава Богу. Не, не, не надо мне вот это. Я еще могу дойти. Слава Богу. Так, слышите. Это сейчас уже люди богатые. И уже могут строить большие дома. И уже так муж живет на одном этаже, там, спальня. Жена на другом этаже, спальня. Хорошо все. И так я прихожу. И я говорю ему, как ты, если ты хочешь, чтобы она тебя ласкала, чтобы у вас была ночь любви, романтическая, там, знаешь. Что ты делаешь? Как ты на втором этаже, она на первом. Он говорит, я свищу. И она приходит. Я иду к ней. И говорю, слушай, китя моя дорогая, ну, он на втором этаже. Но вы же бываете близкие. У вас же бывают какие-то отношения. Ну, как-то что-то должно быть. Что ты делаешь? Она кричит, Вова, ты свистел? Вова, я хочу, чтобы вы слышали друг друга. Чтобы вы с Тамарочкой слышали друг друга. Чтобы вы любили друг друга. Я хочу, чтобы вы были счастливы. В вашей семье долго, 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 долго. Это запомни. Запомни, что я тебя прошу. И запомни, что у тебя есть... То есть ты хочешь сказать, чтобы я уже ушла, нет? Ты свистишь по-хорошему. Я по-хорошему свищу. Я пойду. Я пойду. Я буду счастлива, если в следующий раз Володе там пять лет пройдет, и мы опять все соберемся. Хорошо? Володя, запомни, это я тебе сказала. Твоя тетя Соня. Марина, ну заходи. Плачу я. Плачу, ты не видишь, что ли? Плачу. Прости, что я тебя вызвонила. Прости, что я тебя позвала. Знаешь, я плачу, плачу уже вторую неделю. А в одиночестве плакать скучно. Бросил меня, понимаешь? Валерка бросил меня. Марина, не знаю, что делал. Бросил. Забрал Феррари, забрал драгоценности, бросил. Ушел, выгнал. Марина, не знаю, что делать, понимаешь? Да не волнуйся, денег оставил. На трамвай. Волнуется. Он мне говорит, ну и что, что у тебя 90-60-90? У тебя после мозга прочерк. Марина, я не понимаю, хорошо это или плохо, понимаешь? Он говорит, ты столько времени сжила на процентное все, что у тебя мозг работает на 1%. Марина, я прям не знаю, что мне делать. У меня могла состояться карьера, Марина. Мочти! Я Марину, я сдала вступительные экзамены, эти впускные. В ПТУ. Марина, я не знаю. Да он мне не изменял. Спал он со всеми. Но чтобы изменять, Марина, никогда. Да если он спит со всеми, пускай спит. Черт с ним. Для меня это не измена. А вот когда он из штанов достает кошелек и всем бабам своим делает подарки, вот это Марина. Да потому что. Потому что у нее в штанах всегда меньше, чем в кошельке. Марина, я не знаю, что мне делать, понимаешь? Я не знаю. Марин, я... Я, конечно, я решилась на самое страшное. На самое страшное, Марина, я решила. Я пошла работать. Знаешь, я ему говорила, я ему говорила, я же с тобой 10 лет. Я 10 лет с тобой прожила, как матрешка на фабрике игрушек. Как, как? Не расписанная, понимаешь? А через неделю они расписываются. Вот он с этой своей девкой молоденькой расписывается. Я говорю, я с тобой 10 лет прожила. Он говорит, а ты что, не понимаешь, что у каждой женщины есть срок годности? Я ему говорю, в каком смысле? Он говорит, возьми паспорт, посмотри дату рождения. Я говорю, ну посмотрела. Прибавь к нему 30 лет. Я говорю, ну прибавила. Все, твой срок годности истек. Марин, я пришла. Как это я ничего не умею делать? Как это я ничего не... Ты что, задурела, Марин? Как тебе деньги умею считать? Я тратить их умею. Я даже пришла к нам в ЖЭК. Я говорю этому начальнику, возьмите меня на работу. Он говорит, что ты умеешь делать? Деньги умею тратить. Он говорит, значит, ты метишь на мое место? Марин, ты знаешь, куда я устроилась? В ресторан русской кухни. Хозяйку звали Ванесса. Марин, поверь, не Ванесса, а какое-то Ванесское чудовище. Я видела людей с двумя подбородками, ну с тремя. У нее потемкинская лестница из подбородка. Она говорила так, что я понять ничего не могла. Ползи, посмотри, как себя ведет мой гуляш. Откуда я знала, что она про жратву говорит? Я думала про мужа. Пришла, говорю, он официант как щупает. Марин, правда? Она мне говорит, будешь делать только то, что тебе говорят. Возьми кастрюлю, поставь на газ и включи. Я пойду покурю. Я сделала, как она сказала. Взяла кастрюлю, поставила ключ. Она не говорила, зажги. Она сказала, я все сделала, как она сказала. Она входит в сигареты. Представляешь? Ну что? В радиусе 30 метров суп попробовали все. Марина, тебе смешно, тебе смешно. А когда она мне говорит, возьми эту кастрюлю, иди на двор, покорми кобелей. Пады, покорми кобелей. Я пошла, покормила сторожей водителя. Они меня заслали. Заслали в официантки. Я стою себе у барной стойки, будешь делать, что тебе говорят. Ты ничего тебе. Только то, что тебе говорят. Тут официант подбегает, говорит, дай быстренько мне поднос. Да ладно. Был с горбинкой, сказал. Я вообще не понимала, как себя там вести. Я не знала, как мне жить. Она мне говорит, быстренько, растягай для японцев за третьим столиком. Я смотрю, за третьим столиком японцы. Ну, пошла. Растягала. Меня уволили. Уволили. А на следующий день вся делегация японская прибежала в ресторан. Кричали, хасю, растягай. Когда вы носили пирожки, им они бросались в официантов. Пока не вышло это ванесское чудовище. Но она растягала. По полной программе. У японцев такие глаза. Они две недели в аэропорту маялись. А их не выпускала. Границы не выпускала. У них глаза никак не могли вернуться в паспортные данные. Потом я в больницу устроилась. Врачом. Диплом купила. Как что скажут в больнице? Ну, Марин, ты даешь. Так я у них и купила. Ой, они мне выдали такой халатик, такой беленький, шляпку такую. Ну, стильненькую. Эту штучку, которую все врачи носят. Как это? Вот такую. Я всегда, я с детства помню у врачей это. Как она? Они так и сказали. Будете слушать больных. Я всем больным сразу сказала. Будете говорить в эту штуку. Да, Марин, не все у меня, конечно, получалось. Это не все. Тут приходит какой-то старичок, Марин. Говорит, голубушка, что-то у меня гланды расшалились. Марин, я же по больнице хожу, я слышу, как врачи говорят. Кто бы ни пришел, что бы ни болело, раздевайтесь, ложитесь. Ну, я этому деду говорю, раздевайтесь, ложитесь. Ну, он кряхтит, штаны снял. Голубушка, вы уверены, что гланды там, где вы хотите посмотреть? О чем мне говорить, Марин? Я говорю, понимаете, сейчас столько новых методик в медицине. Понимаете? Я говорю, сверху корешки, а там вершки. Ну, да. Ну, в общем, все было нормально. Я лечила. Я даже дядьке одному анализ крови из пальца взяла. Вообще, я даже не знала, что у человека столько крови. Ой, а тут, Марин, честно тебе скажу. Приходит один мужик, такой ничего себе, лет сорок, с палочкой, хромой, с направлением на массаж нижних конечностей. Но я и говорю, раздевайтесь, ложитесь. Он разделся, лег. Я стала массировать мир в ней конечности. Все три. А за что меня угули, я не поняла. Ведь помогло же, понимаешь? Человек 10 лет с палкой ходил, а тут из окна выбрыкнул за цветами на клубе, понимаешь? А то, что на следующий день развалили вот этот коридор в больнице, так не я виновата. 200 мужиков пришли с направлением на массаж нижних конечностей. Все, Марина, все. Понимаешь, тут позвонил Валерка, идиот. Я говорю, я пошутил, понимаешь? Я хотела тебя проверить, меня проверить. Да кто я с ним была, кто никто, за ним бегала. А сейчас врачом я стала. В ресторане поработала. А с таких профессионалов, как я, страна нуждается. А он мне шепчет, придешь, привяжи меня и делай со мной что хочешь. И я ему отомстила. Я пришла, привязала и пошла на дискотеку. Случайно в зале ни у кого нет лишней яйцеклетки. Я завидываю, понимаете? Я думаю, что в моем инкубаторе их полно. Но я думаю, что они сильно просроченные. Я пойду туда. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я тебе хочу сказать, Яночка. Между прочим, понимаете, что я уже столько здесь сидела и пыталась что-то пить, и пыталась что-то делать. Мне долго пришлось ждать. У меня же немножко уже... Я хочу тебе сказать, что такая притча есть, что Всевышний привел в этот мир мужчину. Адама. Привел Адама в этот мир. И Адам ходил и грустил, и не знал, что ему делать. И Всевышний посмотрел, что он грустит. И говорит, ладно, приведу тебе женщину. С тех пор существует вот эта пословица. Не приведи Господи. Я это не про тебя, Данюшка. Я пойду туда. А что ты смеешься? Подожди, я вижу. А я хочу... Подожди, я тоже им скажу, потому что у Дементьева же тоже юбилей. Немножко больше, чем меня. У Жени юбилей. За кого не возьмись, уже юбилей. Вы понимаете? Извини, я что тебе не спиной. Понимаешь? Я между... Подожди, я сейчас здесь все договорю, потом пойдет... Я хочу сказать Дементьеву, знаю... Еще одна такая шутка, я знаю. Шо ну? Ты уже все свои сказал. Я, слава Богу, на память. Сыщишь? Я хочу сказать, что вот это... Слава Богу, что Андрей Дмитриевич уже что-то может. Понимаете? У поэта не всегда есть деньги. Вы знаете, что у поэта, скорее всего, нет денег. Но я хочу тебе, Андрушечка, знаю... Могу сказать Андруша? Конечно. Я хочу тебе сказать, дорогой Андрей Дмитриевич, что деньги очень портят мужчину. Знаешь? Знаешь это? Поэтому должна быть рядом женщина, чтобы снять с него эту порчу. Все, я пойду, а ты меня выведи туда. Иди сюда. Дай мне, я пойду сюда. Иди сюда. Я хочу сказать. Знаете, девочки, тут мужчины, мужчины и мужчины. Ну, дай мне немножко звука, чтобы я... Куда я должна себя слышать? Слышите? Вот это мужчины и мужчины... Девочки, послушайте меня. Я про политику говорить не хочу. Я устала. Не хочу. Зачем это говорить про политику сегодня, когда и все, и так уже... Лучше с Петровым на Майорке, чем с Майором на Петровке. Поэтому я говорить не хочу. Но я хочу вам сказать. Девочки, надо любить мужчину. Вы понимаете? Их надо любить. Их надо... Их надо целовать. В лобик, в животе, в коленке. Понимаете? Даже то, что я пропустила, тоже не постесняться. Мужчины, это же... Это же дети. Понимаете, что? Они... Как это говорится? Извините, что я это скажу. Это... Их надо... Хотя говорят, что принять мужчину, какой он есть, может, только военкомат. Но все равно, кажется. Понимаете? Надо их принимать, какой он есть. Я правду говорю. Что мы из них хотим перевоспитать? Боже мой! Мне одна женщина подходит и говорит, тетя Соня, а что делать с женской гордостью? Я говорю, слышишь? Я однажды видела, ехал автобус, а за ним бежала женщина. Так автобус остановился, чтобы она села, так она гордо пробежала мимо. Послушайте, сегодня такое время, что лучше гордо ехать в автобусе, чем гордо пробежать мимо. Я что говорю, неправильно? Правильно. Понимаете? Как это... Они говорят, что... Что делать? Он бегает за каждой юбкой. Я говорю, послушай, ну и что делать? Моя собака тоже бегает за каждой машиной. Это же не значит, что она догонит и сядет за руль. Слушайте... Надо, чтобы... Понимаете, девочка, любить надо... Я вам еще одну вещь скажу. У меня была кошка дома. Кот, кот, кот. Он гадил, где хотел. Так я принесла в это песок, тыкала его туда носом, и говорю, надо сюда, надо сюда. Так кот оказался такой умный. Он ходил, тыкался сам носом, а гадил, где хотел. Вы понимаете, что я это про мужчину? Примите их. Что мы все время хотим его переделать? Любит. Сищись. Володя, спроси, а тебя тетя Соня любят? Спроси. Тетя Соня, тебя любят? Ой, как ты это сказал? Видите, такой надежды. Любят. Ой, за мной сейчас ухаживает один. Так, ой, старый человек. Я ему говорю, что вы за мной ходите? Что вы от меня хотите? Он говорит, старый конь борозды не портит. Я говорю, борозды не портит, но воздух. Вы знаете, он немножко глухой. Я при нем зевать боюсь. Он думает, что я пою. И он мне аплодирует. Слушайте. Я рада, что вы смеетесь. Я вам хочу одну вещь сказать, которую я очень важна, что мне кажется. Понимаете, человек приходит в этот мир голый и голодный. И всю жизнь человек бежит, и бежит, и бежит, и бежит. И везде хочет быть первый. Но к концу он хочет прийти последний. Понимаете? Как говорят... АПЛОДИСМЕНТЫ Как это говорят, что нас всех хранит Господь, только сроки хранения разные. АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете? Поэтому я хочу вас спросить. Между вот этим началом и вот этим... Это никуда не денешься. Куда? Так бывает начало и конец. Любите друг друга. Радуйтесь друг другу. Смейтесь. Не держите вот этого жла. Отмечайте дни рождения каждого. Вы знаете, может быть, я что-то скажу, и вам сейчас это покажется странным. Но я хочу рассказать одну притчу. Я очень люблю рассказывать. Это было лето. И это был берег речки. И это была тишина, потому что было утро. И стояли на берегу батюшка, мула и раввин. И так было хорошо. И ни одного человека на берегу. И батюшка говорит, братья мои, давайте прыгнем в воду и будем плавать. Как? Мы же не готовы, мы не одеты. Давайте, как в детстве, никого нет. И сняли из себя все, и побежали, прыгнули в речку, и плавали, купались, и брызгали. И не было это значения, что это мула, и что это батюшка, и что раввин. Им уже выходить из речки, они смотрят на берегу, вся паства стоит и смотрит. Что делать? Батюшка прикрылся, побежал в кусты, оделся. Мула закрылся, побежал в кусты, оделся. Раввин не знал, что делать, топтался, топтался, закрыл лицо руками, и тоже побежал. И когда они уже оделись, батюшка говорит, Рави, скажи, пожалуйста, почему мы закрыли свои места сравные, почему ты закрыл лицо руками? И раввин говорит, послушайте, мне так кажется, что моя паства узнает меня в лицо. В этом зале сидят люди, которые всех узнают в лицо. И я вам хочу за это сказать большое вам спасибо. Здравствуйте с праздником! Какой красивый у вас юбилей! Я сегодня с этой сцены, в этот день, хочу поздравить всех тех, кто начинал канал. Я понимаю, как все непросто в нашей жизни. Все стремительно. Молодежь же она, но она же хочет все сразу. Это мы пока чего-то дождались. Это мы пока дождались, когда нас назвали звездами. Сегодня выходит уже звезда. Один раз показали вы на ТВ-центр, уже звезда. А как же мы долго шли к этому. Господи! Знаете, я понимаю, им хочется всего. Я когда слышу у меня за стенкой бабушка с внучкой, они с Украины, как они разговаривают, и бабушка говорит, где ты была, где ты была? Я тебя ждала всю ночь, где ты была? Она говорит, бабушка, надо было тебе по мобилке позвонить. Я звонила. Мне сказали, что ты недоступная. А я в 4 утра в окно выгляну и вижу еще, как доступная. Вот, говорят, юмор стал сегодня откровенным. Да, пришло такое время. Но этот вот подтекст, может быть, уже теперь сложно. Может быть, все хочется сказать впрямую, чтобы быстрее дошло. Но когда я приезжаю в свой Киев, вот только что я по телевизору видела сюжеты, когда там в Думе принимали закон о языке, и все, что происходило на экране, господи, я аж приезжаю смотреть. Я аж половину не понимаю, что в моем Киеве говорят, и такой украинский язык. Если бы вы знали, как по-украински сегодня будет лифт. Кто из Украины? Я такие. Знаете, как лифт по-украински сегодня? Межповерховый дроттохит. А коробка передач в машине автомобилистов уверенно полно. Знаете, как коробка передач... Я же не думала, я не... Когда при мне это сказали, я не поняла, о чем речь идет. Коробка передач в машине. Скрынька перепехунтив. Вот так смешно. Вот так. А если бы вы знали, как идет гинеколог? На всех языках это латынь. Я гинеколог, гинекологи. Я пришла с подругой к врачу, она говорит, мне на секундочку подписать. Вижу на кабинете надпись, не понимаю, как, что это за врач такой? Сказать? Наехай вырежу. Пыхвач. Вы разумеете? А вот эта маленькая коробочка... Это может не для экрана. Маленькая... Ну, просто я первая, кто выхожу сюда сегодня шутить, поэтому мне хочется вам сказать. Маленькая коробочка в аптеке, которая продается. Как говорит Жванецкий, от неожиданных братьев и сестер. Вот если поедете, вам же отдыхать придется. Лето. Слухайте. Вот эта коробочка, если надо, придете в аптеку, чтобы знала и как сказать. Ну, вы же, надеюсь, понимаете, о чем мне надо же все своим текстом. Ой, гумовый на тютюрник. Вот так. А девушка говорит, повторите, я запишу. Слухайте. Ну, будем познакомились поближе. Мама с папой, мы с братом появились на этом диване. У него какое-то удивительное свойство этих наших старых вещей. Вот у этого дивана ложишься уставший, просыпаешься беременный. Понимаете? Вот хочется в нашей жизни, мне так хочется. Не сбрасывайте ничего того, что было со счета. Мы поем наши старые песни. Мы, ну, шутим нашими старыми шутками. И когда на экране появляются артисты, те наши, такое удовольствие смотреть, показывайте чаще. Это культура. И хочется мне пожелать вам, дорогой ТВ-центр, я хочу, чтобы эту кнопку, которую включили, войдя в дом, никогда не захотелось переключать. От всего сердца вам с праздником! Петровна пришла ко мне, говорит, ой, мы с тобой газет сколько не считаем. А ты иди, вот эти газеты, что бесплатно в ящик почтовый кладут, так я бесплатно и выкидываю. А тут газету нашла на скамейке, кто оставил. Ой, чего пишут? Сплошь про досуг. Досуг Маша. Досуг Ксюша. Досуг сказка Востока. Это что ж выходит сказку тебе рассказывать? Юсёшу и плати. Или пишут это досуг весёлые девчонки. Ржут не будет, как дуры, Юсёки. Ой, Петровна, вспомни в нашу-то молодость, какой досуг был. Ой, бег в мешках, в шарах. Ох, на баяне играй. Вот пора нам с тобой за дело браться. Ты ж, Петровна, лет десять снегурочкой была, правда? Лет двадцать бабой его и на метле с кота. Я у меня ещё и зайчиком-побегаечком была. О-о-о. И на баяне одним пальцем у меня есть чишка-пышка. Правда? Ну, вот чем мы с тобой хуже, каких малолетних писюх? Всё. Давай садись. Пиши объявление, я тебе диктовать стану. Пиши досуг, пиши дёшево, пиши профессионалки, пиши круглосуточно. Всё равно у нас с тобой бессонница. А дальше давай списывай, чё у других написано. Пиши русские красавицы, хохотушки, сто процентов кайфа. Написали объявление, отнесли, уже и забыли-то про него. Друг звонок, по телефону, голос такой, на веселе, мужской. Ведь объявление про досуг, давали-давали. Сколько стоит? Я говорю, 200 рублей в час. Ой, сколько, сколько? Я говорю, 100. А я думаю, торгуйся. Я говорю, 100 рублей в час, но тогда, чтобы не меньше пяти часов. О, хотя я столько не смогу. Разве только с Виагрой. Я, Петро, у неё с Виагрой просится. Она не хай идёт, четвером веселей будет. Я говорю, можно с Виагрой. Ой, а какая у вас программа? Я говорю, да уж не хуже, чем у других. Начнём с простых игр, с настольных. О, он говорит, на столе это круто. А что-нибудь экзотическое у вас имеется? Я говорю, Петру, не экзотику требуете, а навязки сделаем. Он у тебя в УАЗе павлини перья торчат. Гирлянду на тебе ёлочную нацепим. Ну, у меня балалайка, кубитейка. Чем мне экзотику? Да навязимся, я у тебя экзотика будет. Он ведь понял, диктую адрес. Мы продиктовали адрес. Сидим, ждём. Дверь открыли и свет выключили. Чтоб сюрприз был. Через полчаса вваливается. Девочки, ау! В комнату зашёл. Тут Петра, она как закричит. Ёлочка, зажились! И мы свет грубили. О-о-о! Мужчин прямо обалдел. Представляете, я в Ярлянде ёлочной растопырилась. Лампочками певель павлини переливаюсь. Петровна в балалайке с тюбетейкой. Там-дар-дар-дар. Вам здрасте. И у мужчины раздеваетесь, а раздеваетесь. А быстрее он пальто вцепил за глаза, вылупил. А девочки где? Я, ну, а что ж мы на юношей похожи? У тебя русские красавицы. А что ж мы уродины такие заморские? Он прямо обалдел. Присел на гирлянду. У меня гирлянду закоротило. Я кричу, срывай с меня всё. Я вся горю. Петровна ржёт, как сумасшедший. Ой. А мужчина, чё он под шумок-то уполз? Потом, когда Петровна, когда в больницу ко мне приходила, говорил, чтоб мы таким поганым мужикам, которые женщину даже обесточить не могут. Культурный досуг организовывай. Да ни за шо. Лучше пойдём к Абдуле на рынок. Из осетинского сыра дорогой импортный делать. Как-как, пальцем дырки въём ковырять? Конечно, зарплата небольшая. И к вечеру пальцы скрюченные. Зато работа спокойная. ТЕЛЕФОНСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ КОНЕЦАНДУ 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 КОНЕЦАНДУ